Орден Почетного Легиона Французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Согласно Кодексу Почетного Легиона и воинской медали эта почетная организация обладает статусом и правами юридического лица. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия почета и официального признания особых заслуг во Франции. Прием в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Французской Республики, который является по должности великим магистром ордена. Почетный Легион играет, таким образом, роль одной из важнейших институций французского государства и символов республики. За некоторыми исключениями, в орден не принимают посмертно по утверждению генерала де Голля. Почетный Легион – это сообщество ельты живых. История ордена, создание и идея создания ордена Почетного Легиона принадлежит Наполеону Бонапарту в его бытность первым консулом Французской Республики. После Великой Французской Революции 1789-1794 годов были отменены все монархические привилегии, почести и награды. Однако войны и государственное переустройство требовали мобилизации морального духа населения и армии. Военачальники на первом этапе в случае необходимости отмечали воинские подвиги и доблести в основном вручением наградного оружия, но в воздухе витала потребность введения новых форм поощрения, поскольку восстановление старых монархических форм отличия было тогда совершенно невозможно. Наполеон обратился к древнему опыту античной Римской империи, республики и рыцарских орденов, но идея создания новых привилегированных организаций и знаков отличия была встречена в штыки, поскольку не соответствовала базовому принципу формального равенства граждан, выраженному в республиканском лозунге «свобода, равенство, братство». Наполеону и его единомышленникам пришлось немало потрудиться, чтобы провести в жизнь проект создания Ордена Почетного Легиона. Именно поэтому он и был предложен не как награда, а как организационное объединение лучших из лучших, с идеологической привязкой к рыцарским орденам античной истории. Проект закона об ордене Почетного Легиона, раскритикованный в Государственном Совете Французской Республики 4 мая 1802 года по Григорианскому календарю, был предварительно утвержден в трибунате 15 мая 1802 года и затем прошел трудное окончательное утверждение в законодательном корпусе при 116 голосах. За и 110 против 29 флореаля икс года французского республиканского календаря или 19 мая 1802 года по Григорианскому календарю. Нормативная база закона от 29 флореаля икс года был введен в действие декретом первого консула Наполеона Бонапарта от 9 флореаля икс года 29 мая 1802 года по Григорианскому календарю. Закон и декрет стали первыми законодательными актами Французской Республики в отношении ордена. В настоящее время все старые законы отменены или обновлены. Собраны в единый нормативный акт Кодекс почетного легиона и воинской медали, на основании которого строится работа не только самого ордена, но и других государственных институтов по вопросам деятельности ордена. Организация и членство на начальном этапе существовало только 4 степени членства в ордене почетного легиона, которые отличались от современных. Легионер, офицер, командир, высший офицер. Все члены легиона были объединены в 15, а позднее в 16 территориальных когорт. Позднее легионеры стали именоваться кавалерами, а командиры – командорами. Декретом от 29 января 1805 года была введена пятая степень, ставшая высшей в ордене «Большой знак», называвшаяся также «Большим орлом» или «Большой лентой». Королевским указом от 26 марта 1816 года за этой степенью было закреплено название «Большой крест». Современная организационная структура и руководство ордена Руководство ордена Руководство повседневной деятельности в ордена осуществляется специальным исполнительным аппаратом под пристальным вниманием и контролем со стороны президента Франции и французского правительства «Великий магистр ордена». Согласно статье Р-3 Кодекса Почетного Легиона, великим магистром ордена является по должности президент Французской Республики, который в последней инстанции принимает решения, влияющие на существование и функционирование ордена. Он берет на себя обязанность председателя Совета Ордена тогда, когда ему это представляется целесообразным, неотъемлемый атрибут должности и функции главы французского государства. Нагрудная цепь Великого магистра ордена Почетного Легиона используется в настоящее время для церемонии инаугурации президента Французской Республики и их одновременного вступления в должность Великого магистра ордена. На официальных фотографиях, предназначенных для всех государственных учреждений, президента Французской Республики до Николя Саркази были сняты во фраке с нагрудной цепью Великого магистра ордена Почетного Легиона, которая наглядно символизирует президентскую функцию. Де Жоржа Помпидо включительно, президента Республики носили нагрудную цепь на мандире, начиная с Валерии Жескар де Эстена, который упростил церемониалы. Цепь больше не надевается даже на церемониях, она один раз представляется на красной подушке Великим канцлером ордена президенту Республики во время церемонии и вступления в должность, во время которой Великий канцлер Почетного Легиона официально признает президента Великим магистром ордена. Нагрудную цепь затем возвращает в музей ордена, где она хранится и демонстрируется посетителям. Великий канцлер ордена Согласно статье Р-4 Кодекса ордена, повседневное руководство работой Совета ордена и административных служб организации осуществляет Великий канцлер ордена под руководством Великого магистра и в соответствии с его указаниями, Великий канцлер ордена Почетного Легиона и канцлер ордена за заслуги занимает 16 позиций в государственном табеле о рангах. С 9 июня 2010 года Великий канцлер ордена, бывший начальник штаба обороны Вооруженных сил Франции армейский генерал Жан-Луи Жоржелен Совет ордена. Согласно статье Р-5 Кодекса ордена, Совет Почетного Легиона регулярно собирается на заседание под причудательством Великого канцлера для рассмотрения вопросов статуса организации, ее ежегодного бюджета, принятия новых членов и повышения в звании. Совет состоит из 16 членов. Члены Совета ордена занимают 16 позиций в государственном табеле о рангах Франции, сразу после Великого канцлера ордена Почетного Легиона и канцлера ордена за заслуги. Согласно декрету президента Франции от 19 ноября 2009 года, продлены полномочия действующих членов Совета Национального ордена Почетного Легиона, Бертран Дюфург, посол Франции. Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России в 1991-1992 годах. Командор Почетного Легиона с 27 ноября 1997 года, госпожа Мишель Жин Драмасалу, ректор университетского агентства Франкофонии, командор Почетного Легиона с 14 марта 2004 года. Завием Манюэли, бывший министр, президент социальной скорой помощи Парижа, командор Почетного Легиона с 14 марта 2005 года. Югагал, бывший государственный советник, член Института Франции, командор Почетного Легиона с 11 октября 2006 года. Тем же декретом назначены новые члены Совета Национального ордена Почетного Легиона. Юбер Бланк, Почетный региональный префект, великий офицер Почетного Легиона с 12 июля 2006 года. Франсуа Давид, президент страховой компании, командор Почетного Легиона с 6 ноября 2002 года. Брюно Женевуа, бывший председатель Палаты споров Государственного Совета, командор Почетного Легиона с 18 мая 2008 года. Госпожа Доминик Мейер, врач, университетский преподаватель, член Французской Академии Наук, офицер Почетного Легиона с 5 сентября 2005 года. Штаб-квартира ордена Штаб-квартира ордена расположена в 7 округе Парижа на левом берегу Сены, напротив музея изобразительных и прикладных искусств Орсы. Главный вход в комплекс здания ордена имеет адрес номер 64 по улице Лиля. Музей ордена согласно статьям РОД 127 до 1 РОД 127 до 4 Кодекса Почетного Легиона и воинской медали. Создан Национальный музей ордена Почетного Легиона и иных рыцарских орденов, который находится в том же комплексе зданий. Но вход в него осуществляется по адресу номер 2 по улице Почетного Легиона. Сальмский дворец построенный по заказу князя Салемкербургского. Между 1782 и 1787 годом дворец был куплен в 1804 году от имени Почетного Легиона. Первым великим канцлером графом де Лосапедом для того, чтобы разместить там администрацию ордена, недавно созданного первым консулом республики Наполеоном Бонапартом. Принц де Салем арестованный и затем гильотинированный в 1794 году оставил за дворцом огромные долги. Его кредиторы добились того, чтобы дворец, внесенный в список национального достояния, был передан семье казненного аристократа для того, чтобы иметь возможность потребовать с нее возмещения финансовых потерь. Все движимое имущество было продано с молотка, а сам дворец сдан в аренду. Покупка в 1804 году здания графом де Лосапедом положила конец превратностям судьбы дворца де Салем, который стал дворцом ордена Почетного Легиона. Восстановленный архитектором Антуаном Пиром дворец затем был увеличен в размерах и модернизован особенно после строительства здания, которое сегодня служит офисом для центрального аппарата главной канцелярии, подожженной в период Парижской коммуны в одно время с Королевским дворцом Тюэльре, мэрией Парижа и другими официальными зданиями. Дворец де Салем был быстро восстановлен по инициативе дивизионного генерала Жозефа Венуа, тогдашнего великого канцлера ордена. Благодаря подписке среди членов Почетного Легиона и военных, в 1925 году крыло дворца, в котором ранее располагались конюшни, было превращено в музей великим канцлером того времени. Дивизионным генералом Ивоном Дюбай, что придало дворцу де Салем его окончательный современный вид учебные учреждения ордена, согласно статье ОМЕР-121-127 Кодекса Почетного Легиона и воинской медали, в юрисдикции ордена имеется два публичных учебных учреждения для девочек, созданных еще в 1805 году Наполеоном и непосредственно подчиненных великому канцлеру ордена. Преподавание в них осуществляют учителя Министерства образования Франции. Отбор учениц ведется по особым правилам. Оба заведения являются интернатами. Ученицы обязаны носить униформу, которой нет в обычных французских государственных школах. Школа для девочек Сендени Дома Сендени является средним учебным заведением старших классов, дающим законченное среднее образование, а также готовящим к поступлению в ВУЗ и дающим специальное образование после французского аттестата зрелости. Школа для девочек ложь, дом ложь, является средним учебным заведением средних классов, дающим неполное среднее образование, звание членов Ордена и знаки отличия. Согласно статье Р-6 Кодекса Ордена, Почетный Легион состоит из пяти категорий членов – кавалеров Большого Креста, Великих Офицеров, Командоров, Офицеров, Кавалеров, Кавалеры Большого Креста и Великие Офицеры являются высшими членами Ордена. Прием в члены Ордена Почетного Легиона. Согласно статье Р-48 Кодекса, как правило, никто не может вступить в Орден, минуя первый уровень в звании – кавалер. Однако за исключительные заслуги и долголетнюю службу допускается принятие в Легион сразу в звание офицера или командора. Все премьер-министры Франции, прослужившие в этой должности не менее двух лет, автоматически становятся великими офицерами Ордена Почетного Легиона. Президенты Франции, как Великие Магистры Ордена, становятся экс-офися кавалерами Большого Креста. Согласно статье Р-54 Кодекса, при церемонии принятия в Орден делегированный представитель Великого Магистра Почетного Легиона приветствует нового члена Ордена церемониальными словами от имени Президента Республики. И в силу полномочий, которые нам даны, мы делаем вас кавалером Почетного Легиона Дела Лиджин Хоннер. Затем он вручает вновь принятому члену Ордена знак отличия его звания и обнимает. Для кавалеров Большого Креста и Великих Офицеров принята следующая формулировка. От имени Президента Республики и в силу полномочий, которые нам даны, мы возводим вас в достоинство кавалера Большого Креста Почетного Легиона Дела Лиджин Хоннер. Статистика награждения и численные квоты. После учреждения Ордена в 1802 году число принятых в него членов постепенно росло. В 1871 году насчитывалось более 70 тысяч действующих членов Ордена, после чего наметилось уменьшение этого числа. В 1900 году у французских легионеров было чуть менее 45 тысяч. С 1923 года начался резкий скачок ежегодных принятий в члены Ордена, продолжавшийся 40 лет и вызванный необходимостью поощрять граждан за проявленное мужество в ходе двух мировых и нескольких колониальных войн, в которых участвовала Франция в первой половине XX века. В 1962 году в Ордене состояло 320 тысяч человек, то есть 0,7% всего населения. Генерал Деголь посчитал такой рост числа членов Ордена опасным для престижа этой почетной организации. В 1962 году был утвержден новый Кодекс Ордена, устанавливавший в том числе сокращение к концу XX века числа действующих членов Ордена до 125 тысяч человек. Для достижения этой цели ежегодные нормы награждения Орденом Почетного Легиона постоянно снижались, а в 1963 году был учрежден особый национальный Орден заслуг, что позволило диверсифицировать наградную систему. В итоге к 2009 году число членов Ордена составляло около 93 тысяч человек. Согласно статье Р-7 Кодекса в последней редакции, по состоянию на 2009 год действовали следующие количественные ограничения членов Ордена. Кавалеров Большого Креста – 75, Великих Офицеров – 250, Командоров – 1250, Офицеров – 10 000, Кавалеров – 113 425. В настоящее время нормы ежегодных награждений Орденом составляют Кавалеры Большого Креста – 7, Великие Офицеры – 24, Командоры – 144, Офицеры – 730, Кавалеры – 4246. Цифра в 93 тысячах награжденных, достигнутая в 2004 году, остается неизменной по состоянию на 2016 год. Пропорция гражданских награждений в 2015 году составила 60%, что отражает эволюцию гражданского общества и отсутствие значительных военных конфликтов. Президентским решением в 1996 году квота женских гражданских награждений была определена минимум в 25%, что было утверждено декретом 2007 года. Знаки отличия высших членов Ордена Согласно статье АМР 49 Р50 Кодекса Почетного Легиона и Воинской медали, принятие в члены Ордена и повышение в звании знаменуется правом ношения соответствующих знаков отличия. Знаки отличия членов Ордена Почетного Легиона иногда в литературе относят к наградам, однако французские слова «награда», «награждение», «пульт», «награждать» в Кодексе Ордена не употребляется, «кавалер» Большого Креста, «великий офицер», «знаки отличия» и иных членов Ордена, «командор», «офицер», «кавалер», «расположение» знаков отличия на мундире, подробное официальное описание знаков отличия членов Ордена и правила их ношения даны в статьях Р-58 и Р-72 Кодекса. Знаки отличия не дарятся Орденам бесплатно, за исключением военных членов, за которых платит Министерство обороны. Они находятся в свободной продаже и любой человек, в том числе и новый член Ордена, может их купить, после чего его собственный экземпляр будет ему официально вручен на специальной церемонии. Незаконное ношение знаков принадлежности к Ордену преследуется по закону. За официальный диплом о принятии в члены Ордена нужно платить самому избраннику, отказавшийся от награждения. Гектор Берлиос, композитор Пьер Кюри, французский ученый-физик, также отказался от Ордена академических пальм. Мария Складовская, Кюри, ученый-экспериментатор, педагог, общественный деятель, отказалась дважды. Жан-Поль Сартер, французский философ, представитель атеистического экзистенциализма, писатель, драматург и эсэист, педагог. Марсель Эмэ, писатель, драматург. Жорж Брассенс, автор-исполнитель песен Анитеба Мани, исследовательница Рака. Жак Тарди, художник комиксов, сценарист Тома Пикетти, французский экономист, автор книги «Капитал» в 21 веке.